физкульт привет друзья и ученики сегодня поговорим с вами о хондропротекторах почему многие да практически все не получают от них полезного эффекта точнее никакого ибо отрицательного эффекта не получают тоже если не читать таковыми потраченные на препарат деньги большинство блогеров говорят вам о том что хондропротекторы не работают но они просто не понимают как нужно заставить хондропротекторы работать на себя и что нужно делать для того чтобы они заработали что же представляют из себя данные препараты хондропротекторы это препараты которые стимулируют процессы регенерации восстановления и замедляют дегенерацию хрящевой ткани питая ее и замедляя ее болезненное разрушение скажу сразу что на стадии полного разрушения хряща хондропротекторы полностью бесполезны но есть случаи когда они могут существенно помочь нам главное знать когда и как их принимать из-за их особенности действия практически все кто принимал их без специальных знаний не получили желаемого эффекта и вот что необходимо знать перед тем как начать применять хондропротекторы эффект влияния на ткань хряща от приема препаратов появляется только после шести месяцев постоянного приема обратите на это особое внимание шести месяцев большинство же из вас принимали его всего один-два месяца и после этого делали выводы о неработе препарата это глупо а иногда и после более долгого срока именно по этой причине они называются препаратами длительного воздействия большинство же проб пив месяц-другой не видя улучшение прекращают прием препарата не понимая что веществам содержащимся в хондропротекторах необходимы эти самые шесть месяцев для того только чтобы накопиться необходимом количестве в суставе и начать работать 6 месяцев только подготовки и потом необходимо принимать данные препараты на постоянной основе для реального полезного эффекта то есть препараты хондропротекторы нужно принимать постоянно на протяжении всей жизни второе что нужно знать при артрозах и других заболеваниях затрагивающих хрящевую ткань хондропротекторы могут помочь только на ранних стадиях болезни когда хрящ еще способен к восстановлению я принимал на своей практике только три препарата артра сша в таблетках террафлекс великобритания капсулы и animal flex от компании и universal nutrition и сей вы последний скорее всего тоже пробовали эти препараты для приема внутрь их действие на организм начинает проявляться лишь спустя три месяца от начала лечения и только через полгода создается устойчивый эффект но нужно продолжать принимать препараты несмотря на длительный прием переносятся хондропротекторы обычно хорошо не оказывая побочных действий в их состав входит хондроинтульцульфат и клюкозаминогидрохлорид показаниями к применению хондропротективных препаратов являются заболевания связанные с разрушением хряща в первую очередь в суставах артрозы артриты и периартриты остеохондроз спондилез дистрофическое изменение суставного хряща травмы суставов восстановительный период после операции на суставах парадонтоз противопоказания к назначению хондропротекторов беременность кормление ребенка грудью аллергическая реакция на препарат с осторожностью хондропротекторы назначают при заболеваниях системе пищеварения главное надеюсь вы уже осознали чтобы хондропротекторы работали необходимо дать им время для этого как минимум три месяца постоянного приема а чаще от 6 и принимать их потом на постоянной основе если вы страдаете избыточным весом то необходимо наладить свое питание чтобы снизить нагрузку на суставы да и общее состояние организма улучшится что положительно скажется и на проблемных суставах настоятельно рекомендую изучить мою статью о современном питании и его негативном влиянии на суставы вы будете удивлены как просто изменив свои привычки в питании можно избавиться от проблем с суставами ссылку на статью я дам в описании к видео необходимо выполнять упражнения лечебной физкультуры лфк которые положительно сказываются на состоянии суставов медики рекомендуют не давать нагрузки на больной сустав но я бы рекомендовал нагружать сустав работой естественно дозированной и небольшой а лучше всего в статодинамическом режиме для чего все очень просто для того чтобы кровь приносила полезные питательные вещества к больному суставу наилучший вид нагрузки это плавание как всегда наилучшим видом активности будут вечерние прогулки перед сном не забывайте посещать мой сайт и чем джим страничку в инстаграме и чем джим группы вконтакте всем пока будьте здоровыми увидимся в тренажерном зале удачи 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 удачи